74 года с момента Великой Победы. Но раны в сердцах всех россиян никогда не затянутся. Голод, холод и постоянный страх – главное воспоминание тех дней. Владимир Сугровский пережил блокаду Ленинграда. Потом всю жизнь отдал службе Родине. Автоборобег – это так же, как георгийская ленточка, символ подвига. Они едут по местам боевой славы, по местам, мемориальным местам, комплексам. Это имеет большое значение для воспитания, особенно молодежи, которые мало знают о тех событиях, которые мы пережили. Встречать гостей пришли не только сотрудники ведомств и жители Крымской столицы, но и те, ради кого такие мероприятия и нужны – дети. К событиям тех лет они относятся серьезно. Для нас это всех долг, это действительно честь. Мы понимаем, сколько героически полегло воинов. И как бы нам очень важно почтить память. То есть это действительно очень важно. Автопробег начался в Ростове-на-Дону. Дальше росгвардейцы отправились в Керчь, затем в Семперополь. Финишируют Севастополь у мемориала героической обороны города. Уже пора напоминать нашему поколению о том, что было в 41-45-х годах. Все забывают, но директор взял на себя такую ответственность и решил. Если не мы, то тоже. Поэтому автопробег организован именно в честь наступающего Дня Победы. Автопробег Росгвардии вахта памяти «Сыны Великой Победы» проводится с 2017 года. В этом году во всех федеральных округах 230 автомобилей преодолеют в общей сложности 10 тысяч километров. Яна Витренюк, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ.